Приветствую всех! Вы смотрите передачу «Реновация и новостройки Москвы». И сейчас о планах московских властей снести вот это здание, которое находится на улице Можайский вал, дом 12. Как видим, это здание АТС, и официально это здание называется «Центр услуг связи Центральный-1». И этот центр услуг, он, в общем-то, принадлежит, относится к компании МГТС, Московская городская телефонная сеть. Ну, знаменитая компания, которая, собственно, по сути, является монополистом в телефонном обслуживании граждан и организаций. Вот, это здание, оно было построено еще в 1970 году. Как мы видим, здание пятиэтажное, ну, хотя, может, этажи шести, ну, пять видных этажей, ну, может быть, такой высокий первый этаж, может, там цокольный этаж еще есть. Вот, и здание интересное тем, что вообще это был, как бы, специализированный телефонный узел в свое время, в советское еще время. Ну, и в каком-то смысле сохраняется он и до настоящего времени. Что значит специализированный? Значит, он обслуживал членов ЦК КПСС, обслуживал он высокопоставленных чиновников, академиков, вот. Вот, и, ну, в целом, в общем-то, таких довольно высоких партийных работников, которые жили здесь, вот, в принципе, в общем-то, здание находится в районе Дорогомилова, запад Москвы. Вот, недалеко от метро Киевская, там, вон, Киевская улица, вот эта, и там, вот, метро Киевская как раз находится, вот эта улица как раз Можайский вал, а там дальше резервный проезд туда вот идет. Вот, и вот на пересечении резервного проезда, вот улица Можайский вал, и вот эти Киевские улицы как раз и находятся вот это вот здание. В таком достаточно интересном месте, там вот дальше Москва-Сити, как видим, вот, на ходе виднеется. Вот, и, в общем, обслуживал он очень таких высокопоставленных чиновников, поэтому был специальным, как бы, узлом связи, что вся бесперебойная телефонная связь, она им предоставлялась. В том числе жителям Рублево-Успенского шоссе, знаменитой Рублевки, вот, и там, ну, Барвиха, например, да, и всяких санаториев, там, допустим, правительственных, да, тот же Бор-санаторий там находится и другие. И вот они как раз еще с 70-го года вот стали как раз получать снабжение телефонной связью, и обслуживание как раз осуществляло именно вот это вот АТС, вот это как раз специальное телефонное, так сказать, здание. Телефонная станция. Ну, и в каком-то смысле и до сих пор, даже несмотря на то, что КПСС уже давно нету, вот, и всяких там разных, так сказать, членов Политбюро и так далее, но, как говорит, чиновники-то остались, и высокопоставленные Рублевка осталась, и, напротив, она даже еще больше расширилась, еще больше, ну, я имею в виду, в смысле расширилась, количество дач на Рублевке, да, выросло, и так-то она, конечно, осталась, как сама по себе, она, конечно, не может расшириться. Рублево-Успенское шоссе, оно как было, так и есть по длине, но количество дач там еще больше выросло, количество чиновников еще больше выросло, И вот эта АТС до сих пор обслуживает в том числе нужды высших чиновников. Ну и кроме того, она, конечно, обслуживает еще и нужды простых клиентов, которые находятся в этом районе, в окрестностях, в том числе банков и физических лиц, которые живут в домах. Ну, в общем, скажем так, она во многом работает по назначению. Просто, скажем так, ну, как бы у нее две функции. С одной стороны, обслуживание именно высших чиновников, ну, а второй обслуживание, в общем, обычных клиентов. Вот и все. Ну и надо сказать, что, конечно, часть зданий, как часто бывает, она сдается в аренду разным компаниям. Ну, в частности, например, здесь находятся компании, ну, всякие офисы компании по птовой торговле, такие как Реконт или Ланс Групп, или, например, компания Груз Транзит, которая осуществляется грузоперевозки, ну и так далее. Да, то есть такие вещи тоже выполняются. Но это все-таки в меньшей степени, а, так сказать, по сути, это до сих пор именно здание АТС. Так вот, это здание хотят снести и построить на его месте вот такое вот здание. Место вот того, что есть, это вот такой, ну, гостиничный комплекс. То есть, грубо говоря, вот здание гостиницы. Хотя, ну, завуалировано это, может быть, скажем так, и здание апартаментов, а, по сути дела, и жилого комплекса. То есть, ну, написано, скажем так, официально, это именно гостиничный комплекс. Вот, здесь будет построен, вот, именно прямо вот конкретно на месте вот этой вот АТС. Тут автозаправочная станция, тут здание по Киевской 19, там жилые дома по резервному проезду. Ну, вот, и здесь вот это здание снесут в ближайшее, скажем так, время. Ну, может, в ближайшие годы, не прямо сейчас конкретно, но вот в ближайшее время точно. И будут строить вот такой вот гостиничный комплекс. Наверное, это, скажем так, более выгодно, нежели АТС. Не очень понятна резона сноса, если это здание действующее. Да, тем более обслуживает тому же еще высокий чиновник. Зачем его сносить, не очень понятно. Ну, судя по всему, застройщик, который хочет построить здесь гостиничный комплекс, а судя по всему, здание будет достаточно высоким, судя по виду. Ну, может, не критически высоким, но высоким даже по сравнению с рядом находящимися. Да, вот если сравнить, то видно. Ну, и вот, возможно, опять же, что это будет не только гостиничный комплекс, а что-то даже и похоже на жилищно-апартаментный комплекс. Ну, вот такие вот планы. Так что, когда это все будет конкретно реализовываться, пока сказать сложно. Это пока лишь проект, но я думаю, что, если уже решение принято, то, скорее всего, начало этой стройки не за горами. Вот такие пока, такая ситуация. Продолжение следует...